Наверное, нет ни одного взрослого человека, кто бы не знал, кто такой Сталин. Он был ярким, харизматичным персонажем, которого вспоминают неоднозначно. Одни сильно ненавидят, другие отзываются с уважением. Но сегодня речь не о нем, а о его внучке. Интересно, как бы отреагировал Иосиф Виссарионович на свою внучку? Ее внешний вид и образ жизни. У Иосифа Виссарионовича родилась дочь Светлана Аллилуева. Мать Светланы покончила с собой, когда девочке было 6 лет. Отношения с отцом нельзя назвать радужными. Светлана была в браке два раза. От каждого брака у нее по ребенку, сын и дочь. Однако она сбежала из Советского Союза, оставив детей одних. В Соединенных Штатах Светлана влюбилась в архитектора. Они поженились, а в 1971 году у них родилась дочь Ольга. Спустя два года в браке супруги развелись, но Светлана оставляет фамилию мужа. Светлана воспитывала дочь как настоящую американку, поэтому когда Ольга попросила мать называть ее Кристо не отказалась. Так внучка Сталина стала Крис Питерс. Мать с дочерью не всегда находили общий язык, однако Крис после смерти матери сделала себе татуировку с надписью «Дорогая мамочка». К слову, Светлана умерла в доме престарелых. В 16 лет Крис вышла замуж, но не прожила с мужем долго. После развода переехала к своему отцу в Висконсин. Сейчас ей за 40, она живет в Портленде. Не замужем, живет с собакой и общается с другом парикмахером Джина. Дела у нее обстоят не совсем хорошо. В социальной сети она разместила запись о том, что страховка ее собаки выше собственной. И все потому, что у нее обнаружили рак груди, а медицинская страховка не покрывала расходы на лечение, поэтому ей пришлось собирать деньги через сеть. К счастью, химиотерапия помогла и Крис пошла на поправку. На данный момент она является совладелицей маленького магазина старинных вещей и секонд-хенда. Она не любит выставлять свою жизнь на показ, избегает интервью. Крис как-то говорила про фамилию Сталин, назвав ее псевдонимом, и добавив, что ее семья Джугашвили. Также Крис рассказала, что в наследство из России получила чувство русской меланхолии и грусти. Субтитры создавал DimaTorzok